Добрый день дорогие друзья, значит возникла такая проблема. Многие люди как бы думают, что пользоваться продуктом на коджи, когда машина ездит на газе, это сложно заправляться, сложно как-то чтобы доставить этот продукт в баллон с газом. Я вас уверяю, что ничего абсолютно в этом сложного нет. Сейчас покажу как делаю это я. В моем случае, вот у него заправочный клапан, он расположен горизонтально на земле. И поэтому если МПГ в жидком виде, то залить его туда вы практически конечно нереально. Любой токарь, ну я думаю за полчаса вытащит вот такой вот, вот такой переходник. Он мне конечно сделал, когда я забрал токарь, он был ровный. Абсолютно ровный. Вот. Здесь у меня вот резиночка, прокладочка уплотнительная с обычного смесителя, который у нас у всех в ванной стоит. И я еще немножко сюда подматываю, вот такой есть нить подмотки под резьбу, называется Тангит Унилок. И соединение получается герметичным. Здесь у меня обычная резинка, я вырезал с простой резины. Вот так вот он вставляется. Вот. Когда я подъезжаю к заправке, я примерно знаю сколько у меня должно попасть в бак продукта МПГ. Я заранее набираю шприц. Здесь у меня уже торчит иголочка. Я набираю сколько мне надо залить в бак. Подъезжаю на заправку. Закручиваю этот клапан в заправочный клапан. Переходник, вернее. Вот так вот он у меня стоит. Заливаю МПГ. Обычно у меня бак на 65 литров. Я заливаю литров 40-45. Обычно 4-5 миллилитров у меня сюда входит и входит запросто. Я, значит, залил. Все. Заправщик подсоединяет заправочный рукав и пошла заправка. Давлением газа это все туда элементарно все смывается. Все. Заправка закончилась. Я выкрутил. Закрыл крышечкой. Вот. И поехал. Вот. И я хочу сказать, что когда я начал пользоваться этим продуктом, я просто не нарадуюсь. Просто не нарадуюсь. У меня стало мощнее, намного... Стал намного мощнее двигатель. Машина стала резвее. Нога сдавишь, она просто улетает. Расход топлива у меня снизился процентов на 30. Поэтому ничего не бойтесь. Ничего сложного в этом абсолютно нет. Покупайте продукт. Экономьте деньги. Спасибо.